Монархи Земля-3 История находки, как это начиналось, в 2018 году мне переслали ссылку, есть у нас, знаете, сейчас такой Ковдор раскручивает себя, как столицы, есть у них группа, по-моему, так и называется, Ковдор столицы. Ну и в этой группе, в эту группу обратились рыбаки кандалажские, которые ребята, два брата, Иван Красавин и Анатолий Куликовский. Обратились в эту группу, вот и опубликовали там эту заметку, что обнаружили такой интересный камень во время рыбалки, на Акуловском озере. То есть Иван Красавин встал на камень, добрался в спиннинг, посмотрел под ноги, увидел, что там какая-то надпись. То есть камень был притопленной водой. И сделал фотографию. И вот действительно на камне здесь видны какие-то ветераны. И я с ним связался. Мы договорились о том, что значит мы увидим этот находки. И 25 мая 2019 года мы осмотрели этот камень. К тому моменту, работая в музее, я освоил довольно точную методику фиксирования наскарных изображений, которую мы и применили к появлению этой надписи, ее лучшей, так сказать, аргументации. Вот здесь просто обращаю ваше внимание на то, что видны буквы ладоекаролит. Это фотография, представление о масштабе. Здесь сама напись не видна. А вот сейчас в следующем слайде. Вы видите, это 3D-модель, обработанная 3D-модель. Там я целиком методики несколько расскажу. И вот мы через эту 3D-модель, обработав специальный фильтр, проявили вот такую надпись. Ну, значит, несколько слов о том, предварительный осмотр дал нам понять, ну, то есть как была сделана эта надпись, что это не выбирка, а это надпись протертая. То есть сам материал, по-видимому, разновидность гранита гнигса, достаточно рыплая, и можно эту надпись легко довольно протереть в мультисторском металлическом роде. Скорее всего, так это и было. Ну, то есть специалисты свое мнение выскажут. Вот это предварительное заключение. Как камень оказался в воде, он действительно топлив. Ну, наблюдая, так сказать, побережье, там, участка Павлинского озера, понятно, что там постоянно вынувается берег, и действительно очень серьезно размыт. И я думаю, что камень сначала находился на берегу, и потом, так сказать, ну, мое предположение оказался в воде после размытия этого берега. Вот. Ну, что можно сказать о самой надписи? Если ее попробовать прочитать, то мы видим, что она стоит без нескольких видов. Первый ряд считается как «се ля», второй «тковноу», «чи», «кавноу», третий ряд «чи», «ци», «от», «перерес», и четвертый ряд «ля», «прид», и последний ряд «оша», «доша». Ну, то есть, можно это разложить, так сказать, проконсультировался, Марсей Диманович, вложил такое чтение, что это «се ля», «кавноу», «чи», «от», «перерес» и «придоша». Ну, и вот, то есть, мы с арсенцией специалистами, пытаясь привлечь внимание. Внимание привлекли. Марс Михайлович съездил с нами. Ну, прежде чем я там дам слово для таких комментариев, я хочу немножко сказать еще о методике. А, ну вот, сама вот эта шифровка, да. Методику мы использовали для наскальных рисунков. Называется «Подход фотограмметрия». Делается серия снимков. Серия снимков потом обрабатывается в специальной программе «Алисофт» по тоскам. И через программу «Мершлаб», думаю, на базовый фильтр, который позволяет более глубоко выбитые изображения или их края, значит, они темные, менее глубокий, соответственно, светлый. То есть, эта методика позволяет очень хорошо выявлять изображение. И если говорить о Петроге Факто, благодаря ней мы выявили очень много новых видов в тех местах, которые казалось бы. Ну и можно это делать в удобных условиях, в языком компьютере. Также эта методика позволяет фиксировать и метро-юлье, и выявить этот участок с Факто. Вот такие вот фрагменты. Вот то, что я говорил. Сопоставление ночной съемки, прорисовки, сделанной мелом и перенесенной на бумагу. А это вот обработанная фиксовом скалам, где мы видим наставленные рисунки, и специалисты уже независимо уже сами могут выявлять и трактовать, и выставить эти объединения, исходя. Ну то есть, это уже почти приближено к тому, как непосредственно находясь на месте, подходящихся к условиям, изучать материал. То же и касается подобных надписей. Я думаю, что этот метод можно широко применять в археологии и фиксировать отличные плоские памятники, выбивки надписей. Интересно, пока не пишите. Спасибо.